Привет, друзья! Соскучились? Сегодня расскажу вам про то, как Амрита занял аж целых два этажа лесового гнезда, два этажа этажерки, и о том, как он обнаружил копошилку, которая до тех пор, пока он ее не заметил, никого не интересовала. А потом ею заинтересовался уже и Виахель. Вы смотрите сюжет, а я буду дальше чесаться. А я голубь Амрита, и я очень хочу показать свое новое гнездо. Оно прекрасно. Посмотрите, пожалуйста. В общем, Амрита решил, что и верхняя полочка моей косметической этажерки ему вполне себе подходит. Вот там он раньше гнездился, а теперь вот здесь. Ну, не знаю, по-моему, не очень удобно, но голубю видней. Спасибо. 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 Короче, вот тут первый этаж. Вот он, у него, видимо, как терраска. Там вот тоже накидано немножко, хотя почему немножко, нормально солома. Просто, наверное, не видно сейчас. Там лежит мой ободок для волос, который он спер. И еще всякое разное. Вот здесь у него, конечно, основной склад. Много солома. Много всего. Он это все перекладывает. Вот тут можно видеть бумажки, которые он тоже спер со стола. Вот это список. В общем, на самом деле, я, конечно, стараюсь здесь максимально ничего не трогать. Пусть будет так, как ему нравится. Я уже как-нибудь тут приспособлюсь. Хотя, конечно, я не в восторге от того, что происходит. Вот. Вот. Ну, ладно. Он тут сам уже по-своему все это передвигает, перекладывает. Вполетает одно в другое. Вот. А недавно я тут нашла целый ворох визиток. Он их тоже спер и понатыкал вот в свое гнездо. Ну, визитки я, конечно же, убрала. А еще тут был целый склад вот с такими бумажками, планами. Там, что надо купить, что надо сделать, вот в таком плане. Стикеры. А я до этого периодически теряла, как бы, ну, сделаю себе напоминалку. Смотрю, она куда-то исчезла. Думаю, да что ж такое? Думаю, да что ж такое? Куда же она делась-то? И пишу новую. И так каждый день. Думаю, да что вообще случается? Что у меня с головой? Ну, я решила на то, что могли птицы сдуть. А тут вот, другой у нас ветерок завелся. Короче говоря, все они были найдены вот тут. Ну и изъяты, потому что все-таки это совсем уж мусоромрит. И разъём. Отдаёт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он все это потащит к себе в двухэтажное гнездо... Там сейчас вот это все выбирает, что им интересно, что нравится... Я хериотиша, конечно, тоже заинтересован... Испугался... Ай... И шулька... Вот такая копошилка прикольная... Камушка для того, чтобы она не переворачивалась... Ну вот и вяхер туда залез... Он такой повторюшка, в общем-то... Если видишь, что голубя что-то заинтересовало... Какого-то из наших... То он сразу же... Тоже начинает интересоваться... Продолжение следует... Ну это особенно прикольный опыт, конечно, для лесной птицы... Особенно для той, которая будет выпускаться... Вот... Ему... В принципе... Ой, Шулинка, ты очень мешаешь, малыш... Он тут раскачет у меня по рукам... Из-за этого... Трясется камера... Ну так вот, это было лирическое отступление... В общем-то, для лесной птички это хорошая тренировка... Перед тем, как она окажется в полях... Она же не будет там миску где-то искать, правильно? Что такое? На вас не фокусируется... Слишком близко... Да... Не мешайте, я работаю... Короче, теперь приходится... Блокировать эти экраны... Потому что он там чего-то мужу нажимает... И потом это приходится исправлять... подвер shrink в скале... Наверное!